Ола, амигос, на связи Матвей. И сегодня для вас я подготовил достаточно человое видео. Да, именно в этом ролике я хочу немного поностальгировать. А именно, рассказать вам, как именно я познакомился с такой замечательной игрой под названием Fortnite. В каком сезоне я начал играть в Fortnite, при каких обстоятельствах и чем меня заманила данная игра. Сегодня вы узнаете меня чуть-чуть поближе. Да, прекрасно понимаю, что данное видео не для всех, только для самых избранных. Но я постарался сделать так, чтобы вам было максимально лампово и приятно. Поэтому в этом ролике будет минимум саморекламы. Перед тем, как мы начнем, если ты впервые на моем канале, обязательно оформни подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по мобильному Fortnite во всем СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не забывай про наилучшую поддержку меня и именно мой тег-автормотивкарт в твоем же дневном магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или специальный канал нашего дискорд-сервера. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании. Таким образом, ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео. На этот раз огромное спасибо Александру Семенову, Декстроиду и Славе Бордуну. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и давайте теперь наконец-таки я вам расскажу историю, как именно я познакомился с Fortnite. Что свело меня с этой игрой и чем она меня привлекла. Вообще, хотел бы начать с того, что в Fortnite я начал играть в далеком феврале 2019 года. Получается, я присоединился к комьюнити игры где-то в конце седьмого сезона первой главы. И по правде, знал я Fortnite с самого основания режима Королевской Битвы. Первый раз об этой игре я услышал в начале октября 2017 года. Но почему же я еще тогда не начал играть в эту игру? А все дело в том, что поначалу я был заядлый игрок в PUBG. И я просто всем сердцем презирал Fortnite. Да, как бы сейчас это глупо не звучало, но я был еще тем хейтером Fortnite и тех, кто в него играет. Просто ранее, в августе 2017 года, я узнал про игру PUBG. Благодаря стримам PewDiePie, на которых он играл в PUBG. Да, PewDiePie я смотрю с 2016 года. И как только я поподробнее узнал, что это за игра, я сразу в нее залип. Просто на тот момент режим Королевской Битвы был в новинку. И для меня это было вроде как новым вздохом в игровой индустрии. Мне он дико понравился и этим самым меня зацепил PUBG. А кто помнит, то в конце 2017 года была настоящая война между игроками в PUBG и Fortnite. Лично я утверждал, что Fortnite это жалкая недопародия PUBG. Здесь мультяшная графика и ноль реализма. Однако, это мне не мешало интересоваться самой игрой. Да, на тот момент в моих подписках можно было найти кучу сообществ, связанных с PUBG. Но помимо этого, в новостях я также любил часто палить всякие новости и трикшоты с Фортнайта. На тот момент нормального игрового компьютера у меня не было, на котором можно было бы поиграть в PUBG. Да и на PS4 он еще не вышел. Поэтому я часто играл в эту игру в разных компьютерных клубах. Ну или в гостях у моих друзей. Но продолжалось это все недолго. Я помню, как вышла первая мобильная пародия на PUBG, которая называлась Rules of Survival. Тогда еще на своем старом iPhone 7 я целыми сутками играл в Rules of Survival, потому что это была единственная нормальная мобильная версия моего любимого PUBG. Но также это продолжалось недолго до того момента, когда не вышла официальная версия PUBG Mobile. Помню, это было начало марта и на тот момент у меня начались школьные каникулы. И тогда я начал играть в PUBG Mobile. Но все же в конце мая я решил ради любопытства попробовать поиграть в Фортнайт. К тому же на тот момент вышла первая официальная версия Фортнайт Мобайл на iOS. Да, на тот момент это был уже пятый сезон первой главы. Я немного побегал в командные потасовки и понял, блин, что это за фигня, я точно в нее играть не буду. Ну и отбросил на долгое время мысль играть в Фортнайт и продолжил играть в PUBG Mobile. Следующий раз, когда я запустил Фортнайт, так это было, насколько я помню, в начале октября 2018 года. Просто тогда я был на Камиконе и там был стенд с PS4, на которых был запущен Фортнайт. Ну и я решил поиграть. Опять же побегал по карте шестого сезона первой главы, но уже без хейта к Фортнайту. Но все же дальше я продолжил играть в PUBG. Но вот увы, к сожалению, далее в PUBG я играл не так уж и много. В игре ничего не происходило и PUBG мне начал казаться каким-то серым и мрачным. По итогу в январе 2019 года он мне окончательно надоел и я его все же удалил со своего телефона. И начинал думать над тем, в какую же новую игру мне начать играть на постоянке. И про Фортнайт я даже и не думал, но до одного момента. Потому что именно 1 февраля анонсировали коллаборацию диджея Маршмеллоу с Фортнайтом. А если говорить про меня, на тот момент я считался настоящим фанатом Маршмеллоу. Да, я его слушал 6 класса. И естественно, меня очень сильно удивило его появление в этой игре. И грубо говоря, только благодаря этому коллабу я и начал играть в Фортнайт. До сих пор помню тот момент, как я примерно 10 февраля впервые скачал Фортнайт на свой PS4 и запустил игру. Для меня она казалась такой удивительной, но при этом сложной. Но даже эта дикая сложность со строительством не помешала мне в нее с интересом играть. И так спокойно я играл в Фортнайт на своей PS4 примерно до начала марта 2019 года. Потому что тогда у меня начали отбирать приставку и играть в Фортнайт на ней я не мог. Но на тот момент я настолько сильно полюбил Фортнайт, что я просто не мог не играть в эту игру. И единственный вариант, который мне оставался, так это играть в Фортнайт на своем тогдашнем iPhone X. В принципе, чем я и начал заниматься. И вот с того момента, по сегодняшний день, я играю в Фортнайт на телефоне. Кстати, прежде на свой канал я уже снимал видео, где показывал свой прогресс игры в мобильный Фортнайт за 2 года. Кому будет интересно, подсказочку я оставлю в правом верхнем углу. Также под конец хочу сделать небольшое обращение всем более-менее крупным ютуберам, которые смотрят это видео. Рекомендую именно вам заснять похожее видео, чтобы как-то распространить этот некий флешмоб или челлендж. Не знаю, называйте как хотите, потому что мне было бы интересно узнать, как именно вы познакомились с данной игрой. Ну а обычные пользователи просто об этом могут написать в комментариях. Лучшие истории я обязательно лайкну. Ну а так, огромное спасибо лично тебе, мой дорогой зритель, за просмотр этого видео. Если ты досмотрел этот ролик до этого момента и до сих пор не поставил лайк, обязательно сейчас же это исправь. Я старался. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok